Ну что, привет, друзья! На водоеме. На каком, даже можете не спрашивать, потому что я хер его знает, где это вообще. Полями, лугами. Полтора часа я добрался до этого озера. Не знаю, безымянное, безназвенное озеро. Сейчас вечереет уже. Десять часов вечера с рассветом будем выходить на воду. Комаров, кстати, полно. Целая куча. Заранее качаем лодку. Утро наступило. Отбрать швартовый. Раннее. Ну как раннее? Полчетвертого уже. Он, солнышко, начинает потихоньку вставать. Можно троллингом это ловить, начинать. Едем в поисках рыбы. Спиннинг с собой. Снасти с собой. Груз. Якорь с собой. Осталось только поймать трофея. Трофея, блядя. И все. Ладно, сейчас пока буду вставлять спиннинг, сооружать. Так, все. Заякорились. Вдоль кувшиночек. Рубное местечко. Туман стянется. Снасти будем пробовать на вертушечке. Всякие разные. О, мой скроеж. Ну, ребят, первая поклёвка, первая проводка. Прям в первую проводку. Вот, одел эту шумовую блёсенку. Ну, совсем мелкий. Таких мы брать не будем. Вот, блёсенка работает. О! О, видел? Прям рядом. Да? Сыгранул, да. Солнышко встаёт. А мы поплыли дальше. Нам посрать не дают. На. Там у кувшиночек, в принципе, часто бьёт мелкий окунь. А мы едем за трофеями. Плывём, точнее. Плавает говно. Ну? А мы ходим. Ха-ха-ха-ха. Здесь щучьи места. Здесь щучьи места. Тут вот певшиночки. Нам, конечно, щучка поинтересней, чем окунь. Но, тем не менее, окунь тоже. Чё-то покрупнее, смотри. О, хороший. Бля, ты говусь-то сейчас упал. Ну-ка покажи. О! Прикормил. Ну, это хорошенький, хорошенький. Это нормально, средненький. Ну, средненький, но уже не как этот. У меня вообще был сякулёк, писюлёк. Ну, вот солнце встаёт. Смотрите, красота какая. Вообще. И неплохой окушочек. Так, тут незамедлительно ещё одна поклёвочка. Следующая. Прям тут же, следующая. Ух ты, такой же. Хороший результат. Он кидает от кувшинок туды. А я вот вдоль кувшинок, у меня пока тишина. Ну да, такой же. Прям один к одному. Но он уже здесь был, он уже знает. Неплохо, неплохо. Так, поплыли дальше. Тем временем я тоже такого же поймал. Но он у меня пока бутылялся. Ударился о берег и отправился... Ну, а борт, а берег и отправился в бездну морскую. Но пока только окунь. Щучки пока не видели. Круз, всё на месте. Глубина здесь вообще маленькая. Метр, наверное. Метр-полтора. Может быть, на серединке побольше. Ну вот. Да, наверное, будет так получаться, что я буду его рыб показывать. А своих уже здесь, на выходе. На выхлопе, да. Потому что, ну, неудобно вот так, как сижу. Вода, кстати, вообще теплющая-притеплющая. Смотрите, ребят. У меня вот какие трофеи. Он его даже не схватил. А вон, забагрился. И вот я опять вдоль кувшинок. То есть, походу, весь крупный окунь стоит на середке. Вон там. А если вдоль кувшиночек, то вот попадаются мелкие. Так, вот для окушка. Думаю, вот эту попробовать. Мне кажется, вообще она подойдёт. Тут и крючочек маленький. И она маленькая. Я кушку прям как раз в рот. Самое то. В рот наоборот. Так, вот маленькая блёсенка. Щучка. Но они такие все же. Ну, да, тут все такие. Но уже щучка. И взяла вдоль кувшинок. На удивление. Ладно. Я уж только хотел менять эту блесну. Значит, пока её оставим. Тем временем тут хорошая куняка. Неплохо. Какая блёсенка у тебя там? Мэпс? Нет. Туглон. Нормально. Такого окушка можно ещё половить. Я даже на средь проводки бросил, чтобы его заснять. И то не успел. Но они, в принципе, не дают никакого сопротивления. Вот щучка даже мелкая. О! Смотри! Я прям в прямом эфире вытащил, и вот эта вот хрень. Ну да, но вот эти такие, вот это совсем он. Таких полно. Сейчас тоже, наверное, думаю поменять эту блёсенку. У меня тоже ещё окунёк попался, но поменьше. Я что-то никак такого хорошего не насажу. И поменял вертушечку. Сейчас вот поставил всю полностью. такую золотистую, с таким пятнистым лепесточком шумовая. Ну вот попался окушок, но приемлемый. Я уже его можно взять на таранку, я его взял точнее, но пока не такого размера. Хороший аппаратик. Горбач. Ну это же не такой, который я тогда поймал. Вот поставил всё-таки опять красненькую, как-то она более поперспективней. Попался окушок. Но опять не тот, чего я жду. Более-менее, но не тот. Я жду горбача. Горбачёва? Да, горбачёва. Ну вот тут всё у нас разложились. Выпусти их. Шапку. Во, вот этот хороший, да? Ну так да. Вот этот больше всех. Блин, вот почему у тебя горбачи, а у меня какие-то горбачёвые одни? Ты молодой ещё просто. Хитрый, хитрый. Ну хороший вообще. Отличный экземплярчик. А у меня только горбачёва. А тебе горбачёва покажут. Думаю, может на воблер щуку попробовать повыслеживать. Покажи, какие воблера есть. Я тебе покажу, какой клюёт. Не догнал? Блин, ну повёл, чуть-чуть взял и отпустил. Ну у него горбачи клюют один за одним. У меня вот такие вот. Нифига не горбачи. Но для таранки пойдёт. Блин, на солнце, правда. Отпустил? Блин, схватил-то хорошо. Вот у меня попался ещё. Взял прям хорошо за три. Прям шёл за ним. Ну вот такой вот размер по соотношению с ладонью. Но не горбач. Тут есть побольше окуняши. Ох, блин. Вот так вот, ребята, очень много сходит. А они прям цепляются, прям еле-еле, чуть-чуть. Извиняюсь, если солнце мешает, но всё как в жизни. Вот переплыли ещё метров на десять. Потихоньку бороздим. Ну метров двадцать. Кувшинный берег. Я всё жду щучку. Во, вот это горбач. Цененький горбачат. Какой-то цвет, да? И смотри, у меня вообще где-то. Такие, они, может быть, наверху как-то или в кувшинке стоят. Ну вот я вот вдоль кувшинок. То, что у меня, я смотрящий за якорем. И я в основном вдоль кувшинок шпуняю. А он туда, он горбачей ловит. А я шпуняю. Ну, неплохой размерчик. Щучка? Нет, блин, вот это горбач. Ребята, вот это вот горбач. Смотри. Кто-то вообще... Не, что выскочит, опусти ниже. На. Вот это вообще горбач. Думали щучка. А нет, горбач. Где же мои-то горбачи-то, а? Ядрит их вдышло. Ну, первомайского дыша. Ага. Меня вот, видите, на полпроводки бросают, чтобы горбача заснять. И вот, ребят, я сказал, что бросаю. Ой, начал проводить проводку. Хороший. Хороший горбач. О, такой же, как тебе. Такой же, вот. И я вот провод... Блин, но у меня опять снизу почему-то. У меня тоже он снизу, потому что они промазывают. Они промазывают, да, но главное вовремя подсечь. Ну, неплохой горбач. Горбач. Давай, ты меньше снимай, ты сейчас больше. Поменьше, да. А у меня вот уже, вот это уже горбач. Ну, для меня горбач. Вот. Вон, какой горбач хороший. Что-то ещё идёт. Небольшой. Небольшой? Да. А, ну это вообще маленький горбач. Блин, теперь это слово горбач привязалось, всё. Теперь все будут горбач. Я Саньку говорю, а что на мандулу не ходишь? У него мандул сколько. А он говорит, это для Айки. Тут они не поканают нифига. Блин, да, с поклёвочек хорошие. Да не такой уж горбач. Тихо. Ну, так. Ну, у меня вот тоже сейчас только вышел. Съедобный. Ну, не до этого. Я некоторых снимаю, а некоторых нет. Через раз. Ну, потом улов покажем. Вот время сейчас без 10-6. Вот такой активный клёв начался в 5-30, грубо говоря. То есть с трёх часов можно и не плавать. Ну, ничего. Ну, да, по-разному не угадаешь. Ну, да, и вот чередуются. То вот такие, то побольше. Но прям каждую проводку прям не успеешь забросить. Прям один за одним, один за одним. Вот. Ребят, сразу говорю, кто будет спрашивать место, хер его знает, что за место. По карте открыли. Ехали-ехали каким-то полем непонятным полтора часа. Ни населённых пунктов, ни населённых пунктов, ни хрена нигде ничего нет. Но скажу одно, что в Клепяковском районе какое-то озеро. То ли какие там они, то ли белые, то ли херелые. Но, по крайней мере, навигатор, ну, связи нету телефонной. И навигатор, он, ну, не показывает название. Поэтому... А садюк не говорит, да? А ты сам знаешь, как будто бы? Нет. Ну, а он сам ни хрена не знает. То, что мы вчера ехали 2,5 часа по карте и пытались найти этот какой-то водоём. То, что тут до хрена разных озёр. Оно вот тут это заканчивается, там другой начинается через перешеек. О, хер, надо искать. Просто надо искать. Я ведь... Как будто кто-то сидит там, да, насаживает. Ну, да, этот, Папанов. Ты трусы, главное, его не вытащи. Ну, вот так вот. Вот это уже хорошее. У меня, в принципе, тоже нормальный. Ну, да. Вот это уже захватило. И вот это вот красненькая начала работать. То ли время подошло, да? Хрен его знает. Бельная-то, она, в основном, работа белая. Но мне вот эта вот красная нравится. Она и летает, и играет хорошо. Вот. Немножко переплыли. Один заброс, блядь. Заброс, поклёвку. Вот он сейчас даже кидает. Сейчас посмотрим. Вот. И если сидишь на месте, он раз-раз перекращает. Вот, видели? Метров 10-15. Переплываем. И опять поклёвка. Я тоже ловлю, блесну не меняю. Ну, а что менять, если на неё клюёт, да? Вот, милая, чувачка. Ну, это нормальный. Нифига скажешь, зажрались. А зимой таких на мормышку, да? Вот таких зимой на мормышечку. Это вообще милое дело. Но, пока не оставляет меня надежда поймать щучку и хорошего окуня. По-любому тут есть и большой. Кто ты же, икрой-то металл. Я тебе говорю, в прошлый раз, блядь, почти под кило окунь. Попался тут тебе. Попался, да, вот где-то вот тут, блядь. Ну, видишь? Ну, вот он здесь просто второй раз. И опять два с половиной часа искали это место. Так что надо искать, открывать карту и искать. Озер таких до хрена. Просто вот раньше не было возможности, потому что не было лодки. Чего я такой злой был, да? То, что у меня лодки не было. Пеликан. У нас лодка весельная. С полом. С таким скрепким. Но я раньше всегда думал, что пол на всю лодку идет. А он вот чуть-чуть раз и нос такой. Ну да. Ладно, продолжаю ловить. А то я много времени трачу на дебоширство. В смысле не кидают? Не кидают? Просто плывут там. Лодку заметили. Местные, может, какие-нибудь. Может, тут есть какой-нибудь населенный пункт. Хрен его знает. Меняем место. Поднялся ветерочек. Пошли волны. А я вот смотрите. Смотрите, какую эту испытываю. С вертолетом. Видели когда-нибудь такие? Ну, она может быть слишком большой для окуня. Но тут есть еще и щука же. Плывем. А там, да. Там сетевики какие-то. Мэпс. Тройка. Ну я хрен знает. Мой кинет. Не, мне кажется, кинет. Но я вот сейчас хочу раз за три пульнуть Константина Мастерова. Костмайс, что? Есть что-то? Что-то у Саньки уже тут есть. На новое место опять перебрались. Ладно, я бы на Костмастера. Я все-таки за щукой. Нам эти мелочи ни к чему. Ни к чему. Ну, пойдет, да? Ну да, значит, на сковородку. Нормально. Ну нет, как, блядь? Ну может. Перебничок такой. Ну что-то долбанул-то неплохо, пока я тут перевязки делал. А я одел его Мэпса. Сейчас попробую, смогу ли забросить его или нет. Какого цвета? Белого? Белого. Ветер поднялся солидный. Сейчас уйдет. Оооо. Не, это шуренок. Ну, такая 500. Тем не менее, я его ждал. Ну да, молодец. Мэпсик, ребят, третий номер сработал. Да. Молоток. Вот, ждал, друзья, ждал. Вот мне второй щучок попал. Сучок. Щурок, блин. Ну, это нормально, это нормальный. Он тебя здесь рядом взял, да? Это более-менее, это кое-что. Он тебя рядом взял? Ну, Санька, я тут что-то прям тоже солидное клюнуло. Да? Солидное, наверное, окно. Да? Да. Ну, щуку ее сразу чувствуется. А, ну да, окушок. Я уже говорю, блин, у меня уже, это, я же не все снимаю так, чтобы поинтереснее. Уже вон, полный этот, полный пакет, блин. Ну да, у меня. А у тебя давай глянем. Ого, ребята, это бомба. Это бомба. Это пизда. Какой на вечер оставаться? Смысл? Сейчас посмотрим, если клев будет, что не остаться. Так, вот, ребят, поперла блесенка уже после щучки. Разловил. Уже второй вот такой. Вчера я в садоводе покупал. Вот эти? Да. Вчера вот только купил. А сколько она стоит? 150. 150 рублей. Мадын Франс. Ну, как мне говорили, что вот если два вертушка, не больше, то значит оригинально. Если больше, ну, я ловил на оригинальный, не на оригинальный. Если есть клев, мне кажется, хоть на ложку поймаешь. Хотя вот Александр со мной категорически не согласен. Че, че, я не понял. Я говорю, если клев хороший, то даже на ложку поймаешь. Ну, может быть. Ладно, продолжаем. Троечка. Мне пока нравится. И летает хорошо, и нормально. Чевочки. Молочевочки. Ага. А ты на какую блесенку зацени? Вот с этим, видишь, с красненьким шнурком. А, с этим, с веревочкой. С красной ниточкой. Тоже мэпс? Нет. Это вот тоже талглон. Талглон какой-то. И вот окунь разных всех цветов. Но, кстати, я вот на озере первый раз рыбачу вот так вот на спиннинг. И по моим наблюдениям, че хорошо, что во всех направлениях вертушки работают. То есть лопасть открывается, и она вращается. А вот на реке, допустим, кто-то там мне писал, что и по течению, против, как бы, по течению она не работает. В большинстве случаев. И вот разных цветов окунь. То как альбиносы какие-то, то темные. Не знаю, от чего это зависит. Только порода другая. Но губки у них слабые. Тихо-киранские. Все, вот время полвосьмого. Клев кончился. Уже вот пробуем ловить не от кувшинок, А уже как, и под кувшинки, и так, на серединке. Но тишина. Сегодня вот все передавали. Дожди, дожди. Никаких дождей нет. Так, надо, наверное, вытащить не могу. Доплыли аж до середины. Оказывается, этот я сделал 3 метра. Тут глубина, значит, больше. Нас снесло. То, что с моим уже, блин, посередке оказались. Я вот пузатого воблерка одел. Сейчас поплывем на щучьи места. Нифига себе он надегал. Вот это нифига. Одних окуней натаскал, блин, полсадка. Ай да саня, ай да сукин сын, да? Смотри, как. Вода прозрачная. Вода прям вообще чистейшая. И теплая. Не пувыркнуть сейчас никак нельзя. Вода вообще чистейшая. Прям как это. И за младенц. Поплывем. Говорит, щучьи места тут какие-то есть хорошие. Сейчас, да, время пол восьмого. Хотя фиг знает. Вот на пре, когда я ловлю, я раньше ходил тоже в три. Но клевать начинало в восемь, в девять. Вот это последнее время. Так как на озере, я не знаю. То, что я никогда не ловил на озере. Посмотрим. И так уже, в принципе, неплохо. Тем временем прибились к кувшинкам. И сейчас там был вообще нереальный всплеск. Что тут же меня сразу сподвихло одеть вот эту вот лягушку с волосатыми лапками. Вот она как выглядит. И сейчас я ее попробую по этим кувшинкам ей попрыгать. Так вот, засунул лягушку. А я чуть не вижу, где она есть. А, вот она. Вон она, лягушка. И вот так вот я ей чуть-чуть поддергиваю. Сейчас по кувшинкам буду прыгать. И может какая-нибудь щука и вылетит. Буду пробовать. Вот лягушка по кувшинкам прыгает, как в этой. Бонус проходит. Главное, чтобы крокодил ее не поймал. Тут-тут-тут-тут-тут-тут-ду-дун. Саня меняет насадки. Но пока поклевок так и не было. Тишина. В общем, что-то лягушка не сработала. Пробовал на всякие разные воблеры. Что-то на воблеры не хочет. Будем пробовать дальше на вертушке. Уже на проверенный способ. Вот сейчас хочу такую рыбку попробовать одеть. То у меня с белым, а это с желтым лепестком. И она сама такая зелененькая, с красным пузом. Но уж больно маленькие на них крючочки. Хотя для окуня, мне кажется, и для такой небольшой щуки должны подойти. Попробуем. Пришвартовались вот к берегу. Немножко, чтобы перекусить. Туда положи, чтобы у него не снова вверх. Вот, все. Все. Ну, у меня пакетик тоже не слабенький там. Вон он под лавкой. Ну, посмотри, сколько вот так на вес пакетики. Ну, тихо, чтобы не порвался. Кила? Хуя, как все туда. Кила три есть. Побольше. Ну, да. Ее надо втенеть. Ты найди бутылку. Ой, бутылку, палку. Ты уже от тебя научил. Да ишь, выплыви. Вот, отдай. Да, мне. Уже в сон клонит. Не выплыви. Ну, мы добрались обедать. На обед у нас картошечка с укропчиком, лучок со своего огорода, хлеб, домашняя тушеночка. Эту банку уже затрепали. Вторая баночка. Сейчас я ее продегустирую, вам скажу вкус. Ну, еще она похожа. Тушенка самодельная. Не капай, только на банках. Вот, один. Самодельная тушенка. Ну, конечно, ни в какое сравнение, да? Ну, конечно, надо мясо. Ни в какое-то сравнение. Солнце отсвечивает, погода жаркая. Свитер уже снял. Хоть и ветерок, но очень жарко. Все, всем приятного аппетита, кто смотрит с нами. Сейчас пожрем. Поплывем и поплывем. Так, друзья, покушали, подкрепились. Вот чашечка горячего кофейку с молочком. И? Сыночка, ты наелся, говоришь? Да, спасибо. Наелись, напились. Кофейку горяченького с молочком нормально. И поплывем вплавь уже в ту сторону за щукой. Хотя хрен узнает. А состояние уж такое, как будто мы уже тут третьи сутки рыбачим. Но это то, что мы ночь. Кантовались. А так, в принципе, не плу. Может, по меркам каких-то хороших профессиональных рыбаков скажут. И ничего не поймали. А для меня вполне нормально. Не знаю, как вам. Вот, ребят, перешвартовались. Прям только чуть-чуть вот. Доплыли куда-то. Первый заброс вот на эту вот блесенку. И смотрите, какой солидный окунь. Нормальный. Прям первый заброс. Столько кинул его, он даже не опустился. Не начал проводку еще вести. Прям бух. Вот как взял. Видите, крючочек маленький, но для окушка сойдет. Нормально. И цвет совсем другой. Вот он, горбач. Конец твой играет, смотри. Это твой конец играет. Саня тоже, он уже начал расстраивать все хорошее, да? Ну так, блядь. Что-то не знаю. Сейчас увидим. Шучка. Окунявый. Горбач. На какую блесенку? А, что тут? Тоже полюбил. Я вот заметил так вот, на какую начинает ловиться, да? Я потом снимать не хочется. С красной намоткой. Это не намотка, это как она называется? Перо. Перо. С пером. Да, перо уже все это. Я не обожраю. Все истрепалось. А я вот даже на забросе, видите? Бросил, оставил. И сейчас будут грудить, у меня попадется. Дни. А, нормально. А я вот из кустов тоже вытащил. Обожрали все? Да. Ну, как берет. Маленький крючочек какой. Может он тут смотрится побольше, но вообще он маленький. И цвет здесь, в этой стороне. Вот цвет у акуни другой. А вот с середины, когда его вытаскиваешь, там они почему-то белые, как будто мертвяки. Да? Как будто как дохлый, как будто уже такой весь белый. А это вот такой цветастый, красивый. Что-то хорошее. Ух ты, ух ты. Щука. Щука. Давай. Ну ты и щука. Ну вот. У тебя с первой щукой сегодня, с почином. Ты рад? А то. А то. Щучара. Норм. Ну это прошлогодние. Ну вот. Сейчас время. Сколько ты не смотрел, когда уходили? Да нет. Ну где-то 9. Ну вот пошло. Вот воды с собой еще взяли. Ну вот, мешок. Вот мой мешок. Даже он в мешке виден разный цвет. Вот такой. Такой. Скажешь, опять больше снимаешь, чем ловишь. Давай уж лови. Ловлю, ловлю. Ловлю. Щуку поймал. Класс. Мне вот щуку больше нравится. Она прям сопротивление сразу такое. Энергетика. Интерес. Возрастает. Такое. Что-то опять ему хорошее. Я не успеваю проводку догнать даже. Не, лакушок. Ну нормальный. Что-то. Вот, папочки. Я не успеваю проводку догнать. Он уже херак. Херак. Я пока камеру уберу. Пока мои вот эти вот задристшие выпрыгивают из пакета. Радостный, Сань. Радостно. Навольный. А дай-ка мне еще своего мэпса. Возьми. Я не знаю, по какой причине у меня случилась поводком какая-то шайза. Он стал таким. Я вот решил его заменить вот на такой. Этот вроде поровней. Поводочницу какую-то специальную. А тут они все мнутся, гнутся, трутся. У меня тем временем красный шумовчик порадовал окушком. Он прям вот так вот, что 10 минут затише, 10 минут прям активности. Во. Что там? Не знаю. Что-то там это. Вот, прям только я базарю, тут Санек это. Что-то хорошее, да? Смотри, смотри. Еще щук, наверное. Не, не. У тебя что-то проперло. Ахушок, наверное. Уже хвост весь обголодали ему. Блин, хороший. Что-то смотри. Щука. Ай, блин. Ну, я заснял, я заснял. Но она небольшая. Ну, небольшая. Но ничего, да? Блин, что-то на щуку его проперло. А я с этими чугришками. Вот сейчас взял хорошо. Корбачик. Ну, что-то все окуня его, окуня. Ну, вот на эту нашумовочку. Но клев такой уже, как из пулемета, нету. О, нормуль, нормально. Пойдете. За твоими подделками. Что-то хорошее, да? Не пойму. Да-да. О, да-да, смотри. Походу опять у тебя щука. Да, вот. Щука. Лебедули. Ха-ха-ха-ха. Вот какой басмач. Ну, хороший. Прямо у лодки. Вот, прям в полутора метрах схватил. Не бояться, можно ли лодки. Не бояться, да. Не бздешь, не трешь, не мнешь. Нормальный, хорошенький. А Саня что-то на щуку повадился, шульмец. Ветерок хорошо обдувает. В майке прям сидишь, вообще самое то. Вообще хорошо, да. Хотя на улице 30 градусов. 28. Вот, ребят, и мне благоволило. Удачи. Удачи, да. И мне еще, третья щучка. Все на эту, на красненькую шайзу. Ну, покажи, как взяла. В рот. Взяла хорошо, нормально. О, какая. Ну, прикольно. Все куда приятнее. Прямо вдалеке, сдалека тащил. Получил несказанное. Ну, конечно, вру, не такое удовольствие, какое. Но нормальное. Хотя бы не щурочек, прям совсем шпингалетик. Ну, они вкусные, они молоденькие. Ты так сейчас сидел и разглядывал, блин. Ты смотри, кровь течет у нас из стороны. Ну, да, а у них у всех течет давление. А думал, трава, да? Нет, он за траву сначала зацепился, а потом, блядь, вон видно из травы. Выскочила блесна, блядь, и он за ней погнал. Какой хороший, хороший. Чуть-чуть переплыли, постоянно нужно менять место. Вот это вот, что я заметил, что на одном месте стоишь, стоишь, потом все, раз, надо менять. Меняешь, чуть-чуть пошло. Ребятки, щучка получше. О, Жули. Ну-ка, Санька Карбач, у меня еще щучка. Все на красную, только хотел ее было менять. О. У вас, Жули. Короче, ты моешь вот... Ребятуля. Пожалуйста. Щучка Ридзе. Одна штука. Как на ее назовешь? За что держалась, блядь? Вообще! Потрясая заниточка, блядь. Сзади еще, да? Снизу, подбородок. Как ты ее назовешь? Дальсинея? Ухлавка, блядь. О, моя вылазит. Я дорогой вылазил. Хе-хе-хе, Горыныч. Криво зацепили, что ли? Ого! Ого! Переплыли только с места на место. Я еще не успел встать. У меня даже не успел встать. Я тем временем воблер пробовал. Сейчас вот ставлю вот такую. Что-то солидное идет. Ух ты! Щучка солидная, сучка. Хорошо взяла. Хорошо. Вот так. Вот работаю, блин, на него, можно сказать. Сам вот на полпроводки. Ну и для вас. Так что, ребят, лайк, кто там. Кого трактор? Да, трактор. Дай трактор. Вот. У меня вот экстрактор нас выручает. Вот почему здесь ловят на вертушке. Потому что их вообще не катает. Но и листая, и слишком много всякой растительности там. Ну и попробовал. Ну и сколько там уже? Уже лодка еле тащится. Бля, я не подниму ее. Короче, боюсь порвать. А вот мой. Мой мешок. Потом покажем. Все, вытаскиваем груз, плывем дальше. Так, переплыли еще чуть-чуть. Попался еще окушочек. И вот еще щучка попалась. Блин, пакет уже рвется. Уже класть некуда. Ах, краски уже все черные. К тебе. Ты свою туниси. Блин, короче, это капец. Что-то клюнуло хорошее. Блин, мне неудобно самому и снимать. Не знаю. Что-то хорошее идет. Там все идет. Что-то, что у тебя идет. Там вся запись идет. Нет, ты снимай главные. Сейчас одна рыба уже у меня ушла. О, щука. А сейчас у меня одна еще, дорогие бюлли. Вот она. Одна у меня сошла. Такие свечи выдавала. Пируэты. Ты остановил? Ну, нажми. Блин, мешок уже полом. Вылетает рыба. Бывают и вот такие вот попадаются. То есть, не всегда хорошие. Ну, исходят. И окуни, и щучки уже две у меня ушло. Таких хороших. Вот здесь не успел снять. Но вот это вот мне больше всех пока нравится вообще. Такую же одевал полностью. Желтую с крапинкой. На лепестке. Что-то не очень она. А вот эта прям вообще зашла. Прям уважила. И на прей я на нее хорошо ловил. И здесь нормально. Ветер может быть. Но ничего. Пока рыбачим. Уже есть охота. Аппетит нахулялся. Нормально. Уже собирались домой. Саня поклевка. Говорит, щукарь, наверное. Ну, хрен бы его знал. У меня опять там где-то на полу. А, щукарь, да. Щукарю. добрый время уже собираться домой в принципе уже вот подплываем к нашему дереву отчаливать куда и не был поклевок наверно минут 40 вообще не поклевки тишина тишина потихоньку крались крались и вот раз щукарь не вот сюда давай поднять не может да ну сколько так вот килограмм полный тоже мешочек вот так вон пошли туда на землю ты так много раз понажимай запись пошла завод почти полный мешок так навес килограмм 6 ну дома взвешу кофе с молочком горяченького блин морда вся горит на все обгорели еще не спали но она того стоило я надеюсь вам понравилось домой приедем взвесим мой улов ну еще сходила вот две щучки сошло пару окушков на хороших сошло но не все как по ту масленица и так классно все было покрупнее конечно трофея но уж что есть то есть отлично так ничего друзья пробую тяжело 7 килограмм царе лицо как глаза до белые видите на какие жертвы я шел мама того стоило 7кг зачет вот ребят полна раковина рыбы 7 килограмм вот такие вот дела на спиннинг ну вы видели ладно все пойду смотреть спартак всем до скорых встреч прощайте пару щучек пожарились остальных заморозились окушки вот ведерко посолилась вот такие вот дела буду пить какао намазал морду спасибо за внимание